Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск, посвященный стоимости кругосветки. Какое-то время назад я делал ролик о стоимости жизни на яхте и обещал вам сделать этот материал. Ну что, готовы? Погнали! Друзья, вы знаете, что для многих кругосветка это мечта. Которой нужно готовиться, готовить материальную часть, готовить свои знания. А что делать, если хочется сейлить уже сейчас? Есть вариант, можно воспользоваться сервисом C-Radar. У шкипера очень мало свободного времени. На море некогда искать, сравнивать варианты, общаться с чартерными компаниями, оформлять бумаги. Помимо просто аренды, C-Radar обеспечивает комплексную поддержку профессионально, быстро, бесплатно и решает все ваши вопросы, собственно, за вас. Поддержку осуществляет специальный саппорт-менеджер, который доступный 7 дней в неделю. Общение происходит в удобном для вас мессенджере. На данный момент в базе данных более 20 тысяч лодок. Если у вас нет шкиперской лицензии, на сервисе можно выбрать опцию и арендовать лодку с капитаном. Идем на C-Radar. Вот у нас есть категории по странам. Можно выбрать и по количеству лодок, которые в каждой стране присутствуют. Далее, надо найти лодку. Страна. Выбираем Хорватия. Далее, старт. Как вы знаете, с субботы по субботу в основном проходят все чартеры, поэтому мы выбираем как раз вот такую вот дату. Класс. Монохоллы, мультихоллы, пауэрботы. Какую-то свежую берем. На 4 каюты нас будет много. Шкипер нам, естественно, не нужен. Где базируется, не важно. Мы приедем куда угодно. Бренд или модель. Да, пускай будут все. Сейчас новые лодки классные. Так, Бавария, Бавария, Бавария. Сан-Одиссей. О, прикольно. Хочу что-нибудь другое. Хочу Хансу 455. Вот прикольная лодка. Есть ее все описания, год фотографий. Можно все посмотреть. Ну, тут мне все понятно. Да, нравится. Ну что, нажимаем кнопочку Book. Все устраивает. Заполняем свои данные. И все. Готово. Мне нравится то, что в данном сервисе нет никаких дополнительных скрытых комиссий. Вы получаете лодку по цене, которую увидите, плюс гарантия бронирования и безопасная оплата. Для капитанов у Сирадар есть специальное предложение. Назовите промокод Герман и вы получите скидку 100 долларов на первый заказ. Друзья, переходите по ссылочке в описании, плюс первый закрепленный комментарий. Регистрируйтесь на сервисе Сирадар и становитесь частью нашего дружного комьюнити. А мы продолжаем. Те, кто с нами уже давно знают, кто мы такие. Те, кто не знает, могу сказать следующее. На лодке я живу с 2013 года. На данный момент у меня за плечами порядка 100 тысяч миль. И сейчас у меня уже идет вторая кругосветка, вернее уже полторы. А у Дины, с которой мы путешествуем, у нее эта кругосветка первая. И она должна закончиться, вернее Дина должна сделать свою кругосветку в Таиланде. Сейчас мы находимся в Панаме. И так как у нас за спиной уже достаточно богатый опыт, у меня есть, что вам сказать. Вначале давайте я вам расскажу о обычном кругосветном маршруте. Как это происходит у большинства людей. Такой экваториальный, теплый маршрут, который люди ходят ради удовольствия. Если вы хотите поставить галочку, что вы прошли кругосветку, это одна история. Но мы говорим не о лишениях и превознемоганиях. Мы говорим с вами о таком режиме, в котором приятно ходить, в котором приятно находиться. Обычно кругосветка среднестатистически занимает около 4 лет. То есть вы приходите в какой-то регион и начинаете его познавать. Начинаете останавливаться на различных островах, пытаетесь понять культуру. Пытаетесь просто понять, чем же живут эти острова. Где-то это интересно, где-то вам нравится, где-то нет. Где-то вы проходите просто отметиться, где-то вы с удовольствием стоите долго. И вот в таком режиме происходит обычно все кругосветные маршруты. Еще раз повторяюсь, что мы здесь не о лишениях говорим, а о удовольствии. Потому что яхтинг, в моем понимании, это исключительно удовольствие. И на лодке вы живете просто как в своем доме, в своей квартире, которая перемещается. И вы пришли, например, в Нью-Йорк, и вы пожили немножечко в Нью-Йорке. Вы пришли в Доминиканскую республику, вы пожили немножечко там. На мой взгляд, это самый офигенный формат. Но я уже с этой лирикой немного заговорился. Давайте перейдем к нашему маршруту. И я вам расскажу, как он начинается и как заканчивается. Ну что, в нашей кругосветке Средиземное море на данный этап мы рассматривать сильно не будем. Потому что Средиземка это то место, где, скорее всего, вы уже наяхтились. И вам хочется немножко больше. Поэтому давайте возьмем отправную точку, например, не знаю, Валенсию. И оттуда мы будем идти наружу в Атлантический океан. То есть из Валенсии мы выходим в Гибралтар и проходим на Тенерифе. Там делаем все закупки, подготовки под перемещение. И дальше из Тенерифе идем на Малые Антильские острова. То есть на Карибы. И на этих Карибах мы с вами будем проводить около года. Потому что около полугода сезон. Вы будете спускаться ниже к экватору. В общем, так делают практически все. И Карибы достаточно большие. Там можно проводить и 10 лет. Но если мы говорим о кругосветке, то, скорее всего, годичное присутствие на всех Карибских островах. Это вот как раз то время, которое можно так вот вкратце, бегло просмотреть все. И понять, как там и что работает. Итак, далее мы рассматриваем следующий шаг. Это мы с Кариб переходим в Центральную Америку. Немножко яхтим по Панаме. Переходим в Панамский канал. И далее Центральная Америка, но уже на Pacific Side. То есть из Ладель Рей, может быть Коста-Рика, может быть Эквадор. Вот в этом промежутке. Здесь мы проведем с вами около двух месяцев, потому что быстренько пройтись по островам, быстренько подготовить лодку и двинуть через океан на Галапагосы и на Маркезы во Французскую Полинезию. Французская Полинезия – шикарное место. Там тоже проводится кое-какое время. Далее большой маршрут с Французской Полинезией. Мы двигаемся в Азию. И Азия, как вы знаете, шикарное место, в котором можно проводить достаточно много времени. На Азию выделяют где-то так же год, потому что Индонезия, Малайзия, Таиланд – это супер места, в которых хочется проводить время много. Многие там остаются и дальше никуда не идут. Поэтому на Азию мы выделяем еще один год. Дальше идет Тай, Шри-Ланка, потом Мальдивы, Лисейшелы. И мы рассматриваем переход через Красное море, потому что это будет самый короткий маршрут. Если там хочется проходить через Маврикий, через Южную Африку, через острова Святой Елены и дальше, это один маршрут, мы будем рассматривать с вами тот коротенький, который экономит время. И после того, как мы заходим через Красное море, мы попадаем в Средиземку и начинаем идти дальше по Средиземке, далее, 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 пока не доходим до Ибицы. И Средиземку мы рассматриваем полугодичный период времени, потому что летом в Средиземном море как раз сезон, которого достаточно, чтобы не спеша пройти от Суэцкого канала и до Ибицы, где мы и начали наше кругосветное путешествие. Если мы посчитаем все месяцы, то грубо у нас получится около 50 месяцев или 4 года, как я вам изначально и планировал. Это то, как идется кругосветка в большинстве своем. Если мы рассматриваем то, как мы ходили кругосветку, мы ходили ее немножечко по другим маршрутам, и она, наверное, у нас заняла по расстоянию раза в два больше. Но мы сейчас рассматриваем гипотетическую какую-то кругосветку на какой-то там гипотетической лодке, чтобы просто понять, ну, какие-то общие, общую математику. Теперь рассматриваем лодку, наш транспорт, на котором мы будем идти нашу кругосветку. Мы не будем брать какие-то суперподготовленные варианты изначально. Мы остановимся на какой-то среднестатистической лодке, которая будет более-менее приличная, но ту, которую нужно будет подготовить для дальних путешествий. Итак, лодка у нас идет из расчета 200 тысяч. Это та цена, за которую можно взять неплохую лодку, относительно свежую, которую не нужно перебирать там и делать ей полностью капиталку, ту, которую вы можете взять, подготовить и пойти. Но давайте рассматривать, что же нам нужно на эту лодку еще добавить. То есть у нас есть лодка и доп. оборудование. Например, такое, как солнечные панели, опреснитель. Так как вы будете находиться в местах, где, возможно, что-то нужно будет делать под лодкой, вам нужно обязательно дайв-оборудование. И если вы будете где-нибудь в середине Тихого океана, то, естественно, ничего вы заправить, баллоны вы не сможете. Поэтому вам нужен полноценный комплект с дайв-оборудованием. Далее, вам нужна правильная навигация, батареи, потому что лодка должна быть полностью независимая, паруса, связь, ЭКИП, такой, как Непромы, такой, как термобелье и прочее, прочее. Далее, вам нужен для таких регионов хороший ТУЗИК, потому что, как вы уже видели раньше в ролике, ТУЗИК должен быть мощный, мотор должен быть мощный, потому что есть ситуации, когда вы не можете просто выехать против ветра, и вы можете оказаться в очень плохой ситуации. Очень важное это спасательное оборудование и медицина. Но так как 4 года медицина и таблетки все не выдерживают по сроку годности, то это мы умножаем на 2, и где-то вам нужно эту медицину добавлять. Для длинных путешествий вам нужно дооборудование, такое, как автопилоты, ремкомплекты, дополнительный набор парусов. И это все должно быть у вас в наличии, и вы с этим должны ехать. Дальше у нас по списку идет то, что мы, в принципе, можем относительно легко посчитать. Если мы возьмем стоимость лодки оценочно в 250 тысяч, то, как вы уже знаете, в год 10% от стоимости лодки будет уходить на ее сервис, на ее обслуживание. Если вы будете ходить много, вероятно, ломаться будет сильнее. Но давайте от какой-то точки оттолкнемся. Итак, 25 тысяч в год вам будет обходиться мейнтененс вашего оборудования на лодке и смена веревок иногда за какой-то промежуток времени и прочее, прочее. То есть это то, чтобы держать вашу лодку в более-менее приличном состоянии. Далее есть такой пункт, как страховка лодки. Здесь вы должны для себя ответить, будете ли вы ее страховать, потому что для таких регионов, как кругосветка, нужно понимать, что вы уже в принципе имеете понимание, что вы можете сломать в лодке. И не забывать тот момент, что скорее всего на этот регион страховые не будут покрывать ваш, не будут вам давать полного покрытия лодки, потому что вы будете ходить во многих регионах, которые не покрываются. Иногда эти регионы не покрываются за счет пиратства, иногда за счет сезонности и прочее, прочее. Поэтому вам нужно понимать, что от 1 до 2% в год от стоимости оценочной лодки вам будет обходиться страховка. Если вы ее сможете каким-то образом получить, вы ее получите. Если не сможете, значит этого пункта у вас не будет. Далее мы берем нашу жизнь. Я уверен, что меньше чем 1000 долларов в месяц вы не сможете на себя тратить с учетом одежды, с учетом питания и, вероятно, даже с учетом связи. Ну, давайте возьмем так, по минимуму, потому что, скажем, если вы приедете на Багамы или во французскую Полинезию, вам это хватит просто для того, чтобы пройти чекин. А если мы берем какие-то, скажем, регионы типа островов в середине, типа островов Кука, там вы просто это не потратите нигде. Поэтому возьмем среднее, такое около 1000 в месяц. Одним из важных пунктов это перелеты домой. Если вам это нужно, вы это сюда добавляете. Если нет, то не добавляйте. Но учтите, что 4 года это 4 года, и вероятнее всего раз или два раза вам придется слетать. Но одно дело слетать с, скажем, Майорки в Европе, а другое дело прилететь откуда-то, там, не знаю, с островов Тонго. Это может быть цена просто там 4000 долларов за перелет в одну сторону, 2000 долларов перелет в одну сторону. Это может быть очень дорого. Я это сюда не добавляю. Это вы добавляете себе вот в голове, понимая, что будет еще сумма достаточно большая на логистику. Далее, медицина, там, заболел зуб, там, что-то. Мы это все отнесем в непредвиденные затраты, которых будет достаточно много, от 20 до 30 процентов к общей сумме. Ну и теперь такой пункт, как развлечение и туризм. Вы понимаете, что приходя, скажем, в какую-нибудь страну, например, в такую, как Панама, вы не будете сидеть все время в Марине. Вам захочется проехаться, взять машину в аренду, проехаться по стране и хотя бы какое-то время для себя потратив, понять, что же, собственно, вокруг происходит. Ездить вы будете и тратить деньги в любом случае. Иначе зачем нужна эта кругосветка? Прийти постоять в Марине? Так можно из Марины тогда никуда и не выходить. Просто пройти оформление для того, чтобы ничего не увидеть, это тоже неинтересно. Поэтому учтите, что момент такой с туризмом очень интерперсональный. Я не знаю, как его посчитать. Мы возьмем какую-то сумму, которую, ну так, мы на это все потратим за 4 года, но это будет в любом случае немаленькая сумма и к этому нужно быть готовым изначально. С основными позициями мы с вами разобрались. Теперь давайте будем переходить к позициям региональным. Я вам вкратце расскажу, сколько будут обходиться затраты на оформление в различных регионах нашей планеты. То есть я здесь не претендую на абсолютно точные цифры, но порядок по своей памяти, по своему опыту будет такой. Поэтому мы сейчас возьмем, просто возьмем наш глобус, потыкаем в него по маршруту и сделаем такую табличку с ценниками по чекинам. Скажем, забегая наперед, могу сказать, что если вы хотите, например, по Карибам ходить много, можно делать там на той же Гренаде мультивизу, потому что разовый визит стоит 40 долларов на человека, мультивиза стоит 100. И если вы хотите больше, чем три раза походить по этим островам, а это все рядышком, и это все прикольные острова, возможно, можно делать мультивизы. Это я вам просто сейчас рассказываю какие-то такие моменты, из чего состоит вот, собственно, вот этот Пепперворк. Далее давайте рассмотрим Марины. И с Маринами мы сделаем то же самое, как и со стоимостью. То есть хотя бы на один-два дня после длинных переходов вы в любом случае в Марину встанете для того, чтобы привести лодку в порядок. Это на общий прайс сильно влиять не будет, но тем не менее, это будут дополнительные затраты сверху. Ну что, давайте смотреть. Средиземка. Оформление там, естественно, не стоит ничего, потому что оформления как такового нету. Но стоянки в Маринах, особенно при подготовке к выходу, будут занимать какой-то бюджет. То есть 2000 долларов у нас уйдет, и это достаточно небольшая сумма при среднем чеке 50 долларов за стоянку в день. Далее мы переходим на Карибы. Не забывайте, что стоим здесь мы около года, и оформление на большом количестве островов обойдется нам порядка 3000 долларов. При стоимости Марин, при годовом периоде времени, в любом случае придется какое-то время постоять, то есть там и помыть лодку, и там привести все в порядок. Средний чек где-то около 50 долларов в день будет также стоить. Далее Центральная Америка. Здесь оформление дороже, чем на Карибах. Допустим, если взять Панаму, то 250 долларов будет стоить только Крузин Пермит, не считая там дополнительных каких-то иммиграционных плат. Поэтому оформление берем 500 долларов, и Марина 600 долларов, потому что здесь стоять мы много не будем, но подготовка к переходу все равно на недельку нам придется туда, конечно же, стать. Галапагосы очень дорогие, Марин нету, 2500 долларов будет стоить чекин на Галапагосах. Французская Полинезия, оформление, я думаю, долларов 50, там это европейские ценности, поэтому оно бесплатное, ну, может быть, там будут какие-то небольшие таксы. Ну и Марина, там много стоять в Маринах, особого желания нету, но после перехода прийти, помыться, починиться, я думаю, долларов на 500, это по бюджету займет. Далее переходим в Азию, в Азии оформления, я не могу сказать, что они бесплатные, поэтому суммарно где-то на 800 долларов, я думаю, мы наоформляемся, здесь тоже годовой период. Ну и Марины за год на 3,5 тысячи долларов мы постоим, потому что в любом случае подготовка к переходу, иногда отдохнуть, иногда помыть лодку, тоже придется постоять. Индийский, очень дорогой по оформлению, скажем, на Мальдивах, Сейшелах, там вообще по дням платится, сколько вы стоите, каждый день занимает, каждый день будет стоить вам какую-то сумму, поэтому на оформление типа Шри-Ланки и прочего уйдет где-то около 6 тысяч долларов, ну и Марины суммарно, наверное, на тысячу, потому что там их хотя и немного, но все равно иногда вы в них будете стоять. Ну и дальше мы заходим в Средиземку, и пока мы будем по ней идти, там какие-то круизин-пермиты, логбуки, транзит-логи и прочее там оформление, все равно оно будет там по чуть-чуть вытягивать бюджет, и в районе 500 долларов на оформление мы суммарно потратим. Ну и на Марины 3 тысячи, потому что это целый сезон, и иногда мы в них будем стоять. Ну что, друзья, вы видите, что сумма набегает достаточно большая. Не стоит забывать, что это не только те деньги, которые вы будете тратить. Это те деньги, которые вы еще не заработаете за эти 4 года, потому что если вы будете находиться в активном перемещении, то скорее всего из-за отсутствия интернета работать у вас не получится. Поэтому учтите, что эти деньги, это будут просто потраченные деньги. Но если вы сравните этот бюджет, скажем, с бюджетом, который вы тратите в городе, например, при нормальной жизни, когда у вас есть там деньги, скажем, на аренду хорошей квартиры, когда у вас есть деньги на то, чтобы ездить на машине, это в любом случае будет какой-то бюджет, который за 4 года будет совершенно немаленький. Конечно, он скорее всего не будет соизмерим с деньгами, которые вы потратите на путешествия. Но если вы посчитаете тот бюджет, который вы тратите на свою регулярную, каждодневную жизнь за 4 года, это будет тоже сумма совершенно немаленькая. Ну что, я надеюсь, я для вас ответил на вопрос, сколько же стоит кругосветка. Естественно, от этой суммы можно уходить как вверх, так и вниз. Дороже лодка, дешевле лодка, больше активностей, там чаще меняем локации, идем быстрее, стоим дольше. Все это, естественно, будет очень сильно влиять. Для тех, кто хочет понимать, сколько стоит оформление, есть такой сайт, нуннсайт, это все будет в описании. Там предоставлена информация по правилам оформлений, по стоимости. Это все делают круизеры, которые ходят и путешествуют по миру. Таких людей достаточно много. И эти люди делятся своим опытом. Исходя уже из этого опыта, вся информация, которая есть на нуннсайте, она более-менее точная. Ну что, друзья, я думаю, что на этом наш выпуск подошел к концу. Ставим лайки, пишем комменты. Если с чем-то не согласны, давайте спорить. Но только делайте это, пожалуйста, вежливо. Все, до скорой встречи уже, наверное, на следующей неделе. Жму руку. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова